Здравствуйте, друзья, коллеги и единомышленники! Вот и закончился очередной соревновательный день. Справа от меня вы видите полосу, на которой сегодня кипели уже вполне себе нешуточные страсти и не только спортивные. Многие спортсмены начали жаловаться на грязь в эфире. Увы и ах, мы можем это подтвердить. Жалобам Германии, Испании, Люксембурга, Франции присоединяем и свою. И у нас сегодня в полете отказало управление на тренировочной МИГе. Слава Богу, что это была тренировочная модель. Сегодня начались уже спортивные туры, летал малый класс. От малого класса от нас сегодня летало три спортсмена. Прямо сейчас мы идем вот к месту, где они сегодня стояли. За спиной у них сидели строгие судьи, пять человек. Первым у нас полетел Олег Захаров, можно сказать, ветеран модельного нашего движения. Я ничего не буду говорить про качество полета. Вы, пожалуйста, меня извините, поскольку я человек абсолютно субъективный в этом вопросе и могу быть предвзятым. Но ребята вышли, в общем-то, без волнения. Олег тоже вышел без волнения, спокойно отлетал, сел все как положено. За Олегом летел Павел Лапшов. Ну, Павел Лапшов тоже боец у нас закаленный. Не раз уже выступал на чемпионатах. Поэтому он тоже спокойно вышел, спокойно взлетел, спокойно открутил свою программу. Тому, как они открутили свою программу, конечно, абсолютно на вычете. По мне, ребята летали просто вообще классно. Ну и третьим у нас летел Алексей Сидоров, дебютант. Я был просто восхищен, насколько человек может быть спокойно собран, когда видит перед собой какую-то конкретную цель и задачу. Алексей вышел, встал и отлетал, как будто, я не знаю, 20-й чемпионат мира у него уже там за плечами. И он тут все знает, всех знает и, в общем-то, тут решил показать мастер-класс. По мне тоже очень и очень достойно отлетал, несмотря на то, что это его дебютный зачетный полет на чемпионате мира. Друзья, извините нас, пожалуйста, вы нам пеняете, особенно часто в комментариях на ютубе, о том, что мы мало рассказываем о том, что это такое. Но мы, в общем-то, рассчитываем на знатоков и любителей модельного спорта. Здесь проходит чемпионат мира по радиоуправляемым реактивным моделям копиям. Это для тех, кто был не в курсе. Может быть, мы в ближайшее время постараемся записать маленькое поясняющее видео, где мы более подробно расскажем о том, что же это за спорт такой, что это такая за дисциплина, что за чемпионат мира, сколько сюда приехало стран и сколько здесь участников. Спасибо, друзья. Всем до свидания. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok